Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я вам расскажу, как усмирить вашего обидчика. Это не черная магия, это белая магия. Итак, приступим. Значит, на растущей луне вам нужно приобрести в мясном магазине сердце любого животного. Но для визуализации я положила карту сердцем. Вот, посмотрите. Карта нам, конечно же, не понадобится. Нам понадобится сердце любого животного. Птицы можно, можно говяжье, свиное, куриное. Ну, вообще, без разницы. Все сгодится для осуществления заговора. Итак, отварите мясной продукт в подсоленной воде, съешьте кусочек и прочитайте следующий заговор. Как сердце я отведала, так бы не приблизилась ко мне беда от тебя, и называйте имя. Зло твое не будет мое, каждому останется свое. Господь Бог не допустит зла на мой порог. Усмири, раба Божьего, называйте имя своего обидчика. Пусть возвратится ему обида не лютым злом, мечом и огнем, а троекратным божественным добром. Как добро это засияет, так мой обидчик стыд вину познает. Придет повиниться, в мои ноги трижды поклониться. Живи в здравии, мой обидчик, враг, называйте имя, да будет так. Параллельно можно, конечно, зажить свечу церковную, можно это делать без свечи, это не обязательно, но желательно в подсвечнике. И визуализировать, представлять этот образ обидчика своего. Как видите, слова заговора не несут вреда, от них не исходит бед никаких, а значит, можете смело использовать их для усмирения своих врагов и обидчиков. Я надеюсь, вам этот ритуал понравился. Пользуйтесь, любите друг друга, цените друг друга, не обижайте друг друга. А я от всего сердца вам желаю добра, я желаю, чтобы вас окружали только добрые люди, желаю счастья, мира и всего самого наилучшего в мире.